всем привет друзья вы на канале с миру по пиву приветствую вас в филиале секретной лаборатории изучения пива сегодня у нас будет очень интересный обзор весьма интересного пивцерина из бельгии который называется шины да друзья мои кто-то его называет шимай шимей один мне даже человек говорил слушая тут пил такое пиво называется щипай так вот друзья мои никакой это не щипая не чипай это шиме погнали обратите внимание что мы сегодня будем с вами дегустировать шиме брюне или шиме брюн браунель 7 процентов алкоголя 15 9 процентов плотности шиме триппель триппель эль 8 процентов алкоголя 16 с половиной процентов плотности шиме блю кэп голубая крышка 9 процентов алкоголя 18,6 процентов плотности история пивоварни началась в 1850 году когда священник верили отец жан батис журден и принц шиме жозеф д реки д караман доверили небольшой группе монахов из вествле терена миссию поселиться на высоком плато скаутмонт с целью тогда как и сейчас поддержать регион шиме для этого они решили варить пиво из воды которая в изобилии имеется на болотистом плато позже стали производить и сыр общая шиме это торговая марка бельгийского тропистского пива которое производится на территории аббатства нотр-дам-де-скурмон в муниципалитете шиме бельгийской провинции и но на него приходится около четверти всего производимого объема тропистского пива давайте начнем по возрастанию алкоголя и плотности конечно же первым и сахатим браун эль открываем наливаем смотрится она конечно же красиво очень прикольная такая классная карбонизация мощнецкая пенная шапка и сумасшедший аромат который даже не из бокала вот из горлышка бутылки мне идет и парит матвеевич говорит давай уже из бутылки его сахачу подожди человек сейчас я немножко давайте почитаю вообще про это пиво чё это такое за браун эль шиме она пускай постоит у нас подышит пивом не пастеризованная не фильтрованная не осветленная темная шиме red cap красная крышка в переводе я так понимаю вода питьевая сол пиво вареный чменный темный пшеница сахар хмель хмели продукты дрожжи пивные друзья к нам тут пришла снежинка снежа будешь нами тусоваться и жинка пиво шиме red впервые было сварено в одна тысяча восемьсот шестьдесят втором году это старейшая тропийское пиво шиме отсюда и название премьер выпускается но кстати говоря еще в бутылке емкостью 075 литра но у нас маленькая бутылочка 033 вот такая классная red cap пробочка пойдет к нам в коллекцию обратите внимание вот столько вещей уже про это пиво пенная шапка то не спадает какая красотища просто сумасшедшая слушаем аромат аромат очень приятный чувствуется конечно же богатый купаж солода чувствуется карамель очень интересная красное яблоко прослеживается может быть еще чуть-чуть груши здесь есть пробую вкус нежный утонченный вкус очень мягкий очень пик чувствуется здесь нуга чувствуется здесь вот такой бисквитный интересный тон фрукты и еще при этом при всем есть даже хмелевая горчинка небольшая послевкусие достаточно сложный аромат но во вкусе также есть оттенки вот этого красного яблока и такой согревающий у пива приятный эффект согревает но при этом никакой спиртуозности абсолютно здесь нет приятная такая карбонизация щекотит горло так классно может быть нотки апельсина еще есть чуточку совсем оттенков персика ну здорово сейчас со временем бокал будет греться и вкус ароматика этого пива будет меняться ну что же очень интересное пивом приятно и полит матвеевич горит давай допивай следующая пиво открываем ну так конечно допить сразу не получится поэтому мы его сейчас перельем и будем гадать над вкуса ароматикой шиме трипель так друзья следующее пиво у нас шиме трипель какой у пива интересный цвет янтарный что нам известно про это пиво шиме трипель пиво не пастеризованная не фильтрованная не осветленная светлая вода питьевая сол пиво валеный чменный светлый пшеница сахар хмель и хмели продукты дрожжи пивные алкоголь 8 процентов плотность 16 с половиной процентов шиме трипель появился в одна тысяча девятьсот шестьдесят шестом году он был выпущен в бутылке емкостью 75 литра к пятистолетию княжества шиме в одна тысяча девятьсот восемьдесят шестом году именно поэтому он также известен под названием синтенс что означает 500 в бутылке емкостью 075 вот здесь на официальном сайте почему-то идет очень большой такой раздув именно про бутылки 075 они это полагаю закупорены такими винными пробками и мюзеля закручены наверно там это пиво еще интереснее вкуснее ну да и ладно не суть на будем пробовать что у нас в маленькой бутылочки 033 такой красивый у пива цвет прям мне нравится и пенная шапка тоже такая вот долго играющая мощная золотистый такой вот действительно купил оттенок пена шапка на фоне костра шикардос давайте слушаем аромат у пива такой характерный бельгийский дрожжевой тон здесь явно прослеживаются дрожжи которые вот нас встречают таким вот он пряным цветочным букетом довольно это интересно и при этом есть еще нотки такого знаете может быть фруктового джема или варенья чего-то код приятный аромат сейчас в ней полит матвеевич нашептывает говорит яблочное повидло точно вот оттенки яблочного повидло дрожжей вот этих пряностей и цветов пробуем вкус какой классный вкус плотный сладкий в меру сладкий через чур совершенно здесь прослеживаются фрукты тоже пряности может быть чуток апельсинчика совсем чуть точек груши и вот в послевкусии такое как вот если ты от яблока съел семечки вот такое послевкусие кстати говоря вот так классно изумительно это все пьется несмотря на такой мощный алкоголь он здесь отлично скрыт просто великолепно посмотрите какая пена на краях бокала шими слушайте вот вкуснота тянуть такую штуковину вот прямо вот прям с удовольствием мы пробовали брюк сизот его свежая и выдержанная дакота не ничего общего не имеют пивом с ими совершенно хотя опять же там стиль блонда здесь уже у нас трипель ну что давайте открываем шиме blue cap достаточно темный у пива цвет пиво не пастеризованная нефильтрованная не осветленная темная шиме blue cap вода питьевая салпи вареный чменный темный пшеница сахар хмель хмель продукты дрожжи пивные алкоголь 9 процентов плотность 18 и 6 легенда на официальном сайте следующая в 1948 году отец теодор начал первые испытания новых дрожжей в 1954 году рождественское пиво специаль ноэль продавалась только к праздникам конца года в 1 1956 году она стала голубой капсулой доступной круглый год и важнейшим элементом ассортимента пива шиме простите за мой перевод с английского языка шиме blue обладает невероятной способностью к выдержке вот почему его еще называют grande резерв бутылки объемом ну опять же как вы уже догадались но 75 литра друзья мои обратите внимание темный нефильтрованный цвет пена шапка слушаем аромат аромат мощный солодовый здесь чувствуются такие тона сухофруктов мощные сладость карамельки чуточку кофе может быть немного совсем фрукты и прям сладкие фрукты ну и пряности конечно таким дрожжевой тон никуда от него не деться приятно очень сложная ароматика у этого пива пробуем вкус вкус плотный вкус сладкий действительно напоминает какое-то рождественское пиво чувствуется здесь пряности чувствуется здесь ну понятно вот этот дрожжевой мощный тон фрукты и такое ощущение накатывающего такого вот шоколадного фондю какого-то прям вот прям шоколад такой мощный в послевкусии появляется таком достаточно горячительном но при этом алкоголь здесь я спиртуозности здесь никакой не ощущаю несмотря на 9 процентов алкоголя сладко фруктово и плотно очень и в послевкусии такой прямо мощный шоколад с такой пряной ноткой обалденная вещь классно друзья мои сегодня у нас был обзор бельгийского пива шиме мы попробовали шиме браунель шиме трипель и шиме блюкеп что там из вариаций я так понял рождественского пива что я хочу сказать это ни в коем случае пиво нельзя сравнивать с каким-то знаете привычным обычным для многих жигулевским и рижским кто-то говорит вот сейчас пиво варят шляпу какую-то куплю-ка я вот сейчас шиме от бельгийское пиво она точно будет хорошим и вот вас этот вкус безусловно может испугать потому что он очень сложный очень сложная непростая у этого пива вкус и ароматика то есть нужно сидеть и и гадать и разгадывать над каждым нюансом думать при этом при всем что бокал нагревается и вкуса ароматика у пива меняется пиво действительно классная пиво действительно вкусная чистый классный дрожжевой мощный тон здесь играет безусловно вот ведущую первую скрипку и это все сдобрено конечно же саладами и и все-таки ощутимым хмельком в каждом из этих пив очень приятное пиво много его не выпить она крепкая она плотная его действительно нужно вот так вот потихоньку сидеть где-нибудь у костра у камина да или просто вот фрущевки в секретной лаборатории у нас так скажем в офисе с ипполитом матвеевичем вполне себе тоже можно потихонечку гадать над его вкус и ароматикой и накатывать и парит матвеевич говорит сахачивать ну прям вот чтобы сахачивать это наверно вряд ли тут действительно надо потихоньку его пить я всю зиму ждал этого момента когда мы выберемся на природу разожгем костер пожарим шашлыки и вот порежем какой-нибудь вкусный сыр и и наконец-то откроем вот эти вот выдержанные нами бутылочки пива шиме отличная вещь это прямо вот уже неувидаемая обалденная бельгийская мировая классика друзья мои подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно нажимайте на колокольчик чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале с миру по пиву всем добра и мира увидимся и